Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Ну что, продолжим дальше. Смотрите, место в рейтинге по числу просмотров. Вот это видео, я догадывал 40 суток, что дальше заняло первое место. Первое из десяти, но вроде бы нормально. Теперь дальше, что творится, что деется. Важные уведомления. Это от Ютуба пришли важные уведомления. Первое. Видео керосин Тадикам Малахов удалено из-за нарушения правил сообщества. Удалили. Правила сообщества нарушил, оказывается. Далее. Сегодня. Видео онкология рак книга Малахова, которым я постарался обрисовать вот эту вот картину всего. Это не обязательно, что человек последует тому или иному методу, но хотя бы он начнет понимать, что, что, как делается, какие методики есть, на что они направлены, что они подчеркивают. В том числе там официально есть методика. И вот. Значит, нарушение правил сообщества в виде онкологии рак книга Малахова удалено из-за нарушения правил сообщества. Мы понимаем, что мы могли что-то там допустить. Мы могли бы допустить. Значит, можете подать апелляцию. Вот. Подал я апелляцию. Вернее, я не хотел подать какую-то апелляцию, а просто хотел у них спросить, а вы что там разбираетесь там в онкологии, что вы там вот в этих методах или еще что там такое. Ну вот как в этом самом. Вот оно свежее видео про лечение туберкулеза. Где-то в 60-х годах, как лечили, вот, Савелова-Дерябина в институте туберкулеза, 4,5 года, и залечили до такой степени, что он просто-напросто оттуда бежал, потому что увидел, что окружающие его больные туберкулезные люди умерли. От этого лечения современного полы паркетные, врачи анкетные. И мамка, 4 класса образования, корой осины его отпоила. Ну почему не взять? Ну почему не взять, как вы сказали? Почему это вот лечится? Нет ответа. И вот свежий случай, почему я все это начал, немножечко капанул. На женщину написала, вот и у меня сейчас это все, и я уже была в том же институте, и мне сделали операцию, и мне посадили на таблицу. А толку особо никакого, а что мне дальше делать? Ничего не меняется за 60 лет или еще, ничего. Как советская медицина, так будем говорить, вот это современная сейчас официальная медицина. В каких-то вопросах, ну они, скажем так, соображали. А в каких-то вообще они уперлись в что-то. И не знаю почему, только вот это, а больше ничего нет. А если ты, вот я слышал это, а если ты от чего-то вылечился, другого, то сам врач сказал, слушай, никому об этом не говори. Иначе тебя посадят в психушку. И уже тут было, что ты начинаешь добиваться чего-то, а почему не работает так-так-так. А, ты какой-то агрессивный у тебя тут сдвиг. Ну-ка давай-ка мы тебя полечим вот там. Вот оно, наше общество. И вот оно, вот он Ютуб со своими этими самыми либеральными там правами, с возможностью высказывания и прочего. И как-то мне уже надоело с этим сталкиваться. Потому что в далеком лохматом, в 1983-1904 годах, когда я начал оздоравливаться, я получил великолепные положительные результаты от применения питания, от, значит, очищения там печени. И у меня появилось такое желание всем это все рассказать в то время, да. Я пошел в общество знания, где меня послушали, говорят, а что ты, ты лектор общества знания? Нет. Ты медик? Нет. Ну какого ты тогда, это, сюда лезешь? Иди-ка отсюда, куда подальше. А потом я встретил этого через несколько лет, заведующего этим, значит, обществом знаний, когда мои книги пошли. То есть я не сдался, а думаю, ну, эти люди не понимают, ладно. А вот это, вот, вот, мол, что-то, что-то, как бы сказать, в этом есть. Такое впечатление, не пущать, не рассказывать какую-то свою методику, внедрить. Ну, была бы она лучше, ясно и понятно, лечили, никто бы ничего не говорил. Ну, если вот так, как с туберкулезом, так, как во многих других случаях. Вот, и сейчас, вот уже, сколько уже прошло времени, 80-й год, как раз 84-й, это 20 лет, это вот через 40 лет, та же картина, куда ты лезешь. Есть какие-то общее положение Минздрава, есть положение Всемирной Организации Здравоохранения, вот на них только надо опираться. Знаете, вот если вы будете опираться вот на эти вот положения, ну, вот как Савелов Дерябин опирался, да его уже давным бы давно не было. Как вот тех бедолах, с которыми он лечился. И это как-то не берется, знаете, вот наше гуманно-цивилизованное общество якобы выдается. Да никакое оно не гуманное и не цивилизованное. Что хочется сказать. Вот есть мои книги, я даже начитал. Я, значит, выставил их в свободном доступе. Вот постарайтесь их там скачать или еще там как-то там это самое. Сейчас можно там скачать и все это дело сделать. Чтобы они у вас были. Я не хочу сказать, что они там идеальные. Но по крайней мере, опираясь на них, можно помочь себе и своей семье. А так, а так вот согласно вот этого, вас будут держать 4,5 года в туб-диспансере и ждать, пока вы там не займетесь. Вот и все. Вот оно и правда. Так что я вот немножечко своим там делом занимаюсь. Выложил, я достаточно выложил, все это сделал. Пожалуйста, берите, если надо. А если не надо, ну, своим умом живите. Ну, на этом, наверное, и закончим. Теперь могу признаться. Тогда почал кахать. Рапчу-буджум-джарара. Тудяная швина. Вот такие вот. Вот такая вот она жизнь. Если вы себе не нужны, то мало кому бы нужны. Тудяная швина. Тудяная швина.